Субтитры подогнал «Симон» В эфире Азербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте! Субтитры подогнал «Симон» Глава государства отметил жекомасштабную минную проблему, с которой Азербайджан столкнулся на освобожденных от оккупации территориях и подчеркнул важность внесения армянской стороной ясности в судьбу около 4 тысяч азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести со времен Первой армяно-азербайджанской войны. Президент Ильхамалиев услышал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Бакиша-Махи-Евлах-Ашаха-Гюздах-Абширонского района. Согласно распоряжению, с целью строительства этой дороги Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1 миллион 400 тысяч монатов. В Тегеране состоится трехсторонняя встреча глав МИД Ирана, Азербайджана и Турции. Об этом шла речь в ходе переговоров министра национального дела Джигуна Байрамова с его иранским коллегой Хусейном Амир Абдул-Хаином в Тегеране. По словам главы Азербайджанского внешнеполитического ведомства, в числе важных вопросов повестки дня строительства и совместное использование гидроузлов и гидроэлектростанций Худак-Арин и Гызгаласы. Отмечалось, что строительство железнодорожного терминала между Азербайджаном и иранским городом Астара в рамках коридора Север-Юг будет завершено в кратчайшие сроки. Подчеркнуто, что в связи с этим готовится ряд технических документов. В ближайшее время начнется возведение моста, соединяющего восточный Зенгизур и Нахчеван. В ходе обсуждений в центре внимания были и экологические проблемы реки Арас. Отмечена необходимость принятия действенных мер в этом направлении. Состоялась презентация книги «Наше материально-культурное наследие» на исторических азербайджанских землях от Еревана до Зенгизура. Книга, представленная Центром социальных исследований, повествует об исторических реалиях и геополитической ситуации, политике арменизации Южного Кавказа, разрушении армянами материально-культурного наследия на наших исторических землях. Депортации 1988-1989 годов в издании проведены ссылки на сотни зарубежных авторитетных литературных документов и признанных надежными авторитетными центрами авторов. Скрупулезно изучена история 244 памятников и приводится их реестр в соответствии с правильной научной классификацией. «Охраняющее культурное наследие народов мира, принимающее большие взносы за членство ЮНЕСКО, может резко высказываться, когда это нужно. Однако, несмотря на это, они предпочитают молчать, не выступают с заявлениями и не направляют миссию по расследованию фактов, чтобы выяснить судьбу разрушенного культурного наследия не только на территории Карабаха, но и начиная от Еревана до Зенгизура. Поэтому оправдано столь резкое отношение главы государства». «Издание этой книги очень важных событий. Это очень хорошая инициатива. Книга важна с точки зрения пропаганды наших памятников в истории культуры и с точки зрения передачи этой информации молодому поколению». «Ночные часы» подразделения вооруженных сил Армении с позицией в направлении населенного пункта Зиаркент Басаркичарского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии, дислоцированной в направлении населенного пункта Демирчидам Кербаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений. Информацию распространило Министерство обороны. В целях совершенствования знаний и навыков офицерского состава и инженерного профиля были проведены учебно-методические сборы. На сборах были обсуждены задачи по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимые в инженерных войсках по развитию дорожной инфраструктуры работы, а также возложенные на военнослужащих задачи. В соответствии с планом занятий личного состава были продемонстрированы состоящие на вооружении современные противоминные защитные саперные костюмы и миноискатели образцы невзрывных, противопехотных и противотанковых инженерных заграждений. Саперы были ознакомлены с учебными базами, состоящими из ручных и механических миноискателей, а также правилами их использования. С целью осуществления широкомасштабных операций по разминированию в Карабахе продолжаются работы по расширению материально-технической базы и повышению потенциала. К операциям по разминированию на освобожденных от оккупации территорий будут привлечены еще пять специально обученных собак. В рамках подписанного Американским институтом наследия маршала с Агентством Азербайджана по разминированию меморандума о взаимопонимании предоставлено 25 из 30 собак для обнаружения МИН. Оставшиеся предусмотрены передать в первом полугодии следующего года. Карабахские кони, являющиеся национальным достоянием Азербайджана, считаются символом храбрости и верности. После освобождения наших земель от оккупации карабахские скакуны тоже возвращаются в родные места. О знаменитых горных конях и мастерстве азербайджанских всадников наш следующий видеоматериал. Отряд азербайджанских всадников уже 11 лет представляет нашу страну на международных аренах. Ежегодно в Великобритании на Винзорском конном шоу, которое устраивается в честь членов королевской семьи, они демонстрируют захватывающие композиции. Одним словом доводят до мира национально-культурные ценности, исторические реалии Азербайджана посредством карабахских скакунов. Высота, выносливость, золотисто-бурая мазь отличают карабахских скакунов от других пород. Карабахский конь по кличке «Щегрят» подарок президента Ильхама Алиева королеве Елизавете II по случаю ее 70-летия тоже отличается своей красотой и причуденностью. Его тренер отметил, что уже при рождении «Щегрята» все были поражены его красотой, уже тогда, почувствовав большие успехи жеребенка в будущем, ему дали кличку «Щегрят». «Щегрят» вырос здесь. Когда я пришел сюда, это был шестимесячный жеребенок, которого мы вырастили. Когда я вручал коня, как бы мне не было тяжело, испытывал гордость. Это был счастливый момент для нашей страны». На протяжении всей истории наши женщины, не отставая от мужчин, храбро скакали верхом. Эльвина Ханум – одна из первых женщин отрядов-садников. «Мы демонстрируем и представляем всему миру карабахских скакунов. Выступали также в Шуше и гордимся этим. Наконец, наши карабахские кони выступили на своей земле. Для нас это большая гордость. Мы в каждой стране поднимаем флаг Азербайджана». Демонстрируемые в нашей стране и на международных аренах под звуки национальных музыкальных инструментов такие уникальные композиции, как «Азербайджанские келагаи», «Карабахские скакуны», «Одлар Юрду», «Хары Бюльбюль», «Музыкальное наследие» и «Карабахские скакуны» «Наджидырдюзю» повышают интерес зрителей к всадникам. В дальнейшем планируется увеличение численности отрядов-садников. Мадина Гамидова, Сабина Алиева, Новости АСТВ. В Бакинском экспоцентре прошел полуфинал. Конкурса «Юксиолич» на этом этапе приняли участие 332 человека. 100 из них получат право на участие в финале, который пройдет 15-17 июля. Подробности в репортаже Ровщана Ильясова. На открытии полуфинала конкурса председатель организационного комитета, заведующий отделом администрации президента Фарах Алиева, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель совета директоров государственного экзаменационного центра Малика Аббасаде отметили, что основной целью конкурса является поиск лиц, которые могут стать основой для дальнейшего развития Азербайджана. Всего на второй конкурс «Юхси Алиш» было подано 12 299 заявок. В полуфинале принимают участие 332 человека. Из них всего 100 получат доступ в финал. Финал состоится 15-17 июля. На сегодняшних тренингах представлены кейсы, то есть специальные задания, которые касаются, в частности, экономики и управления. Дебаты будут проходить в командном режиме. Навыки каждого из участников будут оценены экспертами в соответствии с их активностью. Членами жюри будут оценены 8 компетенций участников – стратегическое мышление, ориентация на результат, командная работа, коммуникация, управление изменениями и инновациями, лидерство, социальная ответственность и навыки управления эффективностью. Я случайно увидела объявление в социальных сетях, решила попробовать. Прошлогодний конкурс произвел на меня большое впечатление, поэтому я решила проверить, а справлюсь ли я. Здесь очень интересные кейсы, умение работать с проектами, соревноваться в коллективе, лидерство. Это очень хорошая возможность для достижения цели. Конкурс «Юксиалиш» был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева 26 июля 2019 года. Цель – выявление и поддержка молодых лидеров с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками. Создание резервного банка кадров в стране. Рохшан Ильясов, Мамед Бавр-Керимов, Новости АС-ТВ. Сегодня для детей шахидов открылся очередной летний лагерь Яшат. В течение шести недель дети разных возрастов смогут плодотворно провести свои каникулы в лагерях, организованных в разных регионах страны. Первый открылся в Шабрани. Подробности в следующем видеоматериале. Родители со спокойной душой проводили своих детей, зная, что они будут все это время в надежных руках. И в этот раз фонд Яшат подготовил для детей интересную программу. Церемония открытия второго лагеря Яшат началась с исполнения государственного гимна. Минутой молчания была почтена память героев шахидов, подаривших нам радость победы. Председатель государственного агента по оказанию услуг гражданам социальным инновациям при президенте Ильи Мехтеев отметил, что лагерь будет полезен для детей. Здесь они приобретут новые знания и навыки, а также эффективно проведут досуг. Проект реализуется при совместной организации фонда Яшат и организации волонтера САН. Одним словом, для того, чтобы дети провели незабываемые летние каникулы, взрослые скрупулезно и с большим чувством подготовились к этому. Сыше Хида Гялина Ахмятова в Иссал, возможно, никогда не забудет этот день. Свой очередной день рождения он с большим воодушевлением отпраздновал в лагере. Первый день в открывшемся первом лагере для детей в возрасте 10-11 лет были организованы тренинги, арт-терапии, развлекательный час, знакомство с командой и психологами. Одним из медиа-спонсоров лагеря является Азербайджанское телевидение. После трехлетнего перерыва в Ментрополитене вновь будет действовать летний график движения поездов. Последний раз им пользовались в 2019 году, когда час пик утром приходился на период с 7.30 до 9.30, а вечером с 17.30 до 19.30. С учетом особенностей нынешних летних месяцев, основное изменение в графике движения определено следующим образом. Час пик с 7 до 21 часа. Согласно новому сезонному графику, часы основного потока пассажиров, интервал между поездами, следующими от станции Азиасланово до станции 28 мая и в обратном направлении составит 2,5 минуты. В остальное время интервал будет составлять 3 минуты. И только в вечернее время интервалы между поездами будут дольше. В Армении продолжается общественно-политическая напряженность. В этот раз протестующие, называющие себя движением сопротивления, собравшись на улице Демирчана, где находится здание парламента, попытались провести акцию. Среди них были и депутаты оппозиционного блока Армения. Среди протестующих отсутствовал один из организаторов, продолжающихся более 20 месяцев акции Ишхан Сагателян. И в этот раз руководитель акции другой Дашнак Арам Вардиванян. Участники демонстрации прошли перед офисом представительства ООН и Европейского Союза. Они выдвинули требования об освобождении задержанных в ходе столкновений, а также реакции международных организаций на пытки в тюрьмах. По окончанию марша оппозиция призвала население собраться 8 июля у здания правительства. Ситуация в Украине остается напряженной. Руководство страны подтвердило сообщение о том, что Лисичан находится под контролем России. Между тем в Швейцарии организовано мероприятие, на повестке дня которого послевоенная восстановительная работа в Украине. Конференция была запланирована задолго до... Делегации почти 40 стран собираются в швейцарском Лугану для обсуждения вопросов восстановления Украины. В двухдневной конференции примут участие представители 14 международных организаций, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Украину будут представлять премьер-министр и спикер парламента. Президент Володимир Зеленский присоединится к мероприятию в формате видеоконференции. На конференции будут рассмотрены различные проекты в сфере инфраструктуры, безопасности, цифровой экономики, а также пути диверсификации энергоресурсов. Отметим, что проведение этого мероприятия было запланировано задолго до начала войны в Украине. Тогда было намечено обсуждение на мероприятии реформ, проводимых в стране. Однако затем главной темой стало устранение последствий войны. Что до ситуации на фронте, то президент Украины Володимир Зеленский подтверждил, что подразделения страны покинули Лисичанск. Вместе с тем глава государства заявил, что они вернут город благодаря военной тактике и поставкам современного оружия. Зеленский сообщил, что украинская армия постепенно продвигается в Харьковской и Херсонской областях. Отметим, что Лисичанск был последним крупным городом Луганской области, находившимся под контролем официального Киева. Между тем, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска оставили Лисичанск, чтобы не попасть в окружение, тем самым предотвратив потери. По словам Гайдая, следующей целью российской стороны является Донецкая область. После взятия Лисичанска российские войска пытаются оттеснить украинские силы в направлении Северск-Федоровка-Бахмут. Об этом говорится в сообщении, распространенном Генеральным штабом вооруженных сил Украины. Отмечается, что российские войска сумели перейти реку в Северский Донец и укрепляются Белогоровке и Лисичанске. Сообщается, что российская страна вновь готовится к атаке в направлении Славянска. С этой целью были задействованы батальонно-тактическая группа и дополнительные артиллерийские части. Российские войска усилили артиллерийский обстрел в направлении Бахмута. Министерство же обороны России сообщило, что на Донбассе высокоточном оружии уничтожены семь пунктов управления и два склада боеприпасов украинской армии. Перда Абасова, Киазан Гулиев, Новости. В Азербайджане и Издревле сформировалась культура использования воды, что нашло отражение и в соответствующих строениях и сооружениях. Одна из них, Овданы, колодца. Недавно был обнаружен Овдан, которому около 200 лет. Фидан Бабаева побывала на этом месте и расскажет нам, какие тайны хранит это инженерное сооружение двухвековой давности. Это то самое место, где был обнаружен колодец на территории кладбища города Аглы в поселке Махамады Абширонского района. Этому Овдану около 200 лет. Его обнаружили жители поселка Махамады пять месяцев назад. Колодцы Овдана использовались и как источник питьевой воды, и как прохладное место для хранения скоропортившихся продуктов. В результате раскопок, проводившихся в начале года, и был обнаружен трёхслойный Овдан. Наши раскопки продолжались до второго слоя. К третьему путь ещё не проложен. Здесь пахнет сыростью и видна влага. Когда специалисты перейдут к очередному этапу, надеюсь, мы доберёмся до того места в колодце, где есть вода. Мне 74 года. Как и всюду, мы тоже брали воду из этого колодца. В прошлом году у нас аксакалов интересовались, есть ли на этой территории Овдан. Мы показали то место, его раскопали и обнаружили колодец. По сегодняшний день на территории страны 6308 памятников культуры включены в соответствующий реестр недвижимых памятников истории и культуры, охраняемых государством. Мониторинги ведутся с целью регистрации исторических, архитектурных и археологических объектов, не включённых в действующий перечень, как вновь обнаруженные памятники. Жители Мехаммеды, обратившись в госслужбу, сообщили о найденном Овдане. Будет начата соответствующая работа по внесению этого исторического объекта в список вновь обнаруженных памятников. Отметим, что по результатам мониторингов, проведённых в последний период, свыше 1400 исторических объектов были зарегистрированы как вновь обнаруженные памятники. Фидан Бабаева, Заур Дадашев, Нурана Экперли, Заур Гусейнов, Новости АС-ТВ. Это были все новости к этому часу. С вами была Ксения Несимова, эфир Азербайджанского телевидения. Продолжит очередной выпуск передачи «Беля-Беля-Ишляр». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова